За их подвиг профессионализм, гуманность и стойкость. Сегодня у Гомеля уже нового лета, кто смагался с COVID-19. У Знагороды от президента Беларуси и Урада ширые слова и веншаванье. Самое малое, что можно поддяковать им за самоданную працу. На врачистом мероприемстве побывала Ганна Коральчук. Коронавирус отступает, аму самый час выказать повагу тем, кто долгие месяцы працавал на передовой. Я нарытовал життя в реанимациях и машинах худкой допомоги, поликлиниках и стационарах. Соправданные герои нашего часу, які выконывали профессийные обовязки, не подличивающие працовные годзины. Особливую роль у такой ситуации выконывали керовники медицинских установ, яким у короткие термины треба было организовать работу с хворыми на коронавирус и подрымливать персонал. Наприклад, коллектив областной туберкулезной клиничной больницы складает около 840 человек. Ее головный урач Наталья Журавлева каже, что у всех досягнений – это огульная перемога. Это роль каждого руководителя. Она на самом деле очень важна. Наверное, поэтому и ценят тех людей, которые в администрацию идут, потому что это умение общаться с коллективом, умение в чем-то их убеждать. Ну и на самом деле это непросто. Скажем, в моем лице, наверное, я представляю свой коллектив, потому что вся мощь и сила нашего коллектива, вот благодаря им удалось добиться таких успехов, ну и быть оцененными по заслугам. В областном громадско-культурном центре собрались медики из всей в области – от головных урачов до медицинских сестер. Больше за 100 человек отримали у знагороды за профессионализм и особистый уклад в борьбу с пандемией. Подарунки и подяки от президента Беларуси и его администрации, премьер-министра и профсоюзов. Со сцены гучало шмат слауподяки. Примите, пожалуйста, сегодня благодарность, глубокую признательность за ваш нелегкий гуманный труд. Радости и счастья – эти две составляющие, я думаю, они в себе объединяют все остальные важные элементы жизненного пути человека. Радости вам каждый день и счастья вам на протяжении всей вашей жизни. Но в отметке с великим стажем кажут, что такого напруженного периода не памятают за весь час своей працы. Вядома шматка музык не привыкать працевать в интенсивном режиме, а ли хотелось бы, как такое больше не полторылось. Время было тяжелое, безусловно, но справились мы, я считаю, отлично. Коллектив свой я готовил к этому с февраля месяца, то есть обстановка была, в принципе, известная. И мы максимально тренировались, готовились, изучали литературу. Мы должны были исполнить свой долг, безусловно, то есть все мои коллеги, мои сотрудники моего отделения, никто не дрогнул, никто не побоялся, все работали самоотверженно, а помогала, как всегда, да, то есть семья, дружба. Медицинская супольность, як николе, объедналася, как псу предстоять вирусу нового часу. Не подвяли сами белорусы. Великую поддержку урачам оказали предприемства и представники бизнеса, установы адукации и волонтеры. Одни рыхтовали горячие обеды, інши допомогали финансово, а так само шили маски и робили оховные щетки. За активную гражданскую позицию, это необычные люди отримали гоноровые грамоты от Гомельского облаконкама. Однако расслабляться рано, треба и до лебера, и здоровья, клопотиться про своих близких. Гэта будзе лепши, подзякую врачам. Гана Коральчук, Андрей Иванов, Телерадо, компания Гомель.